Но отметим боевой задор, конечно, Ян Непомящего, который мог поставить вечный шахт, но сыграл азартно, ярко боево, но в результате сократился разрыв в счете, теперь у нас один с половиной на девять с половиной. Ну а такое феерическое зрелище доставляет нам соперники. Ну что, и снова начинается с легонькой такой испаночки, правда испаночка немножко необычная, не то, к чему мы привыкли. Конь Е2, Конь Ж3, да, сейчас где-то на королевском фланге будет Ян заваривать какую-то кашу, Конь А5, он правда белопольного слона разменивает, это обидно, обидно и досадно, но у черных полный порядок, если не сказать больше. Я думаю, что черных может быть даже поприятнее в этой позиции. Слон Е6, но правда Д5 не просто про осуществить за слабость пешки на Е5, нет, ну хорошо, я, наверное, погорячился, наверное, примерное равновесие, но все в порядке у обеих сторон, белые лошадки тоже расположены неплохо, наверное, даже тяжесть борьбы сейчас будет перемещаться на ферзовый фланг. Конь нет, Конь Ж7, куда-то, ух ты, Д4 провел Ян, какой молодец, как тут все боево жестко, Д5, меняется структура молниеносно, быстро, но у черных-то полный порядок, вместе с тем я не вижу никаких проблем, у белых, наверное, у белых есть слабости. Так, ну что, размен на Ф3, где-нибудь опять сыграть, да, вот так от ГХ подальше. Правильно, так и сыграл Ливон, ну что, слон на Д7, многофункциональная, прекрасная фигура, ну а Ян, конечно же, как и следовало ожидать, пытается где-то подкузмить соперника на королевском фланге. Так, Ладья Ц1, ну-ка, ну-ка, сейчас где-то мат на Ж7 будем давать, Фер Ж3, Ж6, правда, пока есть ход. Так, Ладья А7, ну какие хитрости начинаются, как все тут необычно. А белые, кстати, успели сдвоиться по вертикали, по вертикали, а еще сдвоение, минуточку, Ладья Ц1, а что черные хотят-то, я, честно говоря, не совсем вижу. Может быть, и в 5, конечно, провести, может быть, какую-то такую озорную идею по центру, потому что Ферз на Ж5 пока не создал никаких угроз. Хода Ж6 нет из-за кони в 6, да, Ладья Ц1, правильно, почему так долго-то, Ф5? Ну, хорошо, надо просто взять пешку. Нет, Ян, смотрите, Ян, Ян легенда, а на ФЕ что задумано? Ой, не совсем понятно, там же подвисает, подвисает конь на Н5. Ну, не знаю, странное немножко решение, да, потому что здесь, хотя с другой стороны черных тоже по седьмому ряду кое-что подвисает. Так что, может быть, это была законспирированная засада. Ага, а если взять на Ж3, там где-то Белый успевает на Е4 откушать пешку. Ну, и здесь взял-взял конь Ж3 просто. Взял конь Ж3, мне кажется, с появлением коня на Е4 у черных будут проблемы. Смотрите, пешка на Д6 зависает. Опа, еще Ян не торопится так играть. Так, да, видите, ладьи сохраняет. Ну, что, блестящий играет Ян, не помнящий. Просто блестящий, вы знаете, какая красота сейчас. Ладья Б6, на Д6 надо кушать пешку. Обязательно надо кушать пешку. Если ее не съесть, конь Ж5. Куда? Ян, зачем? Зачем? Пешка на Д6 гораздо важнее, в 100 раз была. Ну, ладно, может быть, так тоже неплохо. А у черных тоже появилась конь 3-9. Смотрите, если они берут пешку на Б2, там проходяга какая-то будет. Очень серьезная проходяга. Так, а вот теперь пошла борьба на 3 результат уже. Ох, на 3. Так. Ну, ошибся Ян, конечно. Ну, куда ты? Ох, конь С5. Я сказал, не туда его понесло. Смотрите, какие изобретательные действия. Ну, слон бьет С6, видимо, просто выигрывал. Там эти пешки проходили. Да, ну, мне кажется, здесь Ян заигрался. Да, что называется? Ой, это что такое? Это что такое было? Король Д6. И надо сдаться. Вы знаете, проигрывает непомнящий. Проигрывает непомнящий невероятно. Невероятно. Ай-яй-яй. Кстати, вот насчет проиграл. Давайте посмотрим. Да, проигрывает. Все, 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 здесь Ливон будет беспощаден. Беспощаден, как турецкий Янчар. Так. Ну, пешка А3 просто пошла. И дело в том, что две пешки всегда сильнее одной. Всегда. Опа. Элладия на 8 шаг. Какую хитрюшку. Какую хитрюшку задумал. Так. Между прочим, там и всем будет угрожать. Ну-ка, 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 ну-ка. Так. 5 секунд. 5 секунд. Опа-на. А и в 7. А как это в 7-то защищаться? Так. Подождите, подождите, подождите. Ага. Ладья бьет на 2. Нет, но все равно проиграл. Просто Ладья бьет в 7. Белый король слишком далек. Слишком далек от... Так. Да, Ладья бьет в 7. Очень технично. Б4. Да, но это элементарная позиция, которую Аранян выиграет, конечно, элементарно. С учетом того, что есть секунды добавления на ход. Нет. Здесь Ян не спастись. Так. Просто бьет в 2. Просто бьет в 2. И король идет на с 4. Ну, Ян, конечно, будет играть до последнего. Но тут мы видим 5 секунд. Целых 5 секунд есть у Араняя. Ян, конечно...